Смотреть в посаде будет всегда много чего интересного. Но ради того, чтобы сюда посмотреть, люди никогда не будут оставаться на ночь. Они будут приезжать, посмотрят и уезжать в Москву. А вот для того, чтобы они остались на ночь, им должно быть очень интересно. И поэтому нужно создать музей русских смыслов, музей русской философии. Очень много смыслов и философских идей дал флоренский. Поэтому идея музея русской философии, русской философии и русских смыслов была выставлена именно тогда. Потом она была красиво преподнесена и пошла в программу. А самая очень простая. Вся русская философия началась с преподобного Сергия. С его идеей единства и любови спасемся. Вот ради этой единства и придумана вся, десятками русских философов, вся русская философия. И вот для того, чтобы понять, куда мы идем, как говорится, что нас ждет, очень намного есть ответы у русских философов, которые многие связали с судьбой с Великим Посадом. Это и Леонтьев, и Могила, и Рознав там же, и Могила, и Могилы. Ну и, конечно, Флоренский и Булгар, как здесь часто бывал русский философ, Абердяев. И вот это все для того, чтобы создать такой музей-школу, чтобы она стала центром не только российского, московского, естественно, интеллигенции, но и мирового. Вот чтобы из Брикса ездили сюда, в Посад, не на Лавру, посмотри, кто это, это святое место, посмотрите обязательно. А захотели послушать, что же интересного-то в русской душе есть, откуда земля-то русская пошла, откуда, в чем наша сила, братья. Сила-то в правде. Так вот, это нельзя показать, это надо еще и рассказать. И сделать школу русской философской мысли. Мы поговорили с Дугиным, это известный русский философ современности, он нас поддержал. Культурный фронт России, Николай Петрович, наш учредитель. Все это совместное соделание. Вчера, буквально, или позавчера, звонил Николай Петрович Пахомову, бурляет, и говорит, что надо, чтобы в музее философ, надо сделать стратегию. Сказал Сергей Александрович, стратегию развития. А там ключевой элемент стратегии, это западное слово, стейкхолдеры, это так называемые заединщики, кому еще надо это все. Вот мы видим, кому это надо, не только, конечно, администрацию города, конечно, это культурный фронт России для того, чтобы и режиссеры, и многое из интеллигенции приезжало Сергей Пасад не только посмотреть, но и пообсурдать, подумать, узнать истории огромное количество философских мыслей. У нас же такое отношение к философам, как из фильма «Женеси счастливым?» Женеси обязательно, тот фильм, тот самый механизм, плохая же надо вводиться, значит, к философам. Вот больше у нас о философии ничего не известно, а большинство людей, это как-то, знаете, умники какие-то умничают. А это, по сути, основные ценности жизни, и откуда они происходят, и почему, и сколько умных людей делов. Вот для этого и цель сделать такой центр, музей русско-философской мысли. Для этого мы планировали, во-первых, кучу музеев, уже сейчас, Федорова, сделан музей в Москве, Лосева, дом-музей Лосева в Москве, она, библиотека в том числе, их привлечь для создания такого русского музея. Философский, МГУ дал согласие, чтобы приезжать вектора сюда, рассказывать о идеях русских ученых, философских, которые здесь и были, и просто, ну, отсюда все началось, и светлые фасады. Вот это, в том числе, цель становления духовной столицы. Я не просто за лавру, без лавры вообще ничего не стоял, а то, что ни одна лавра должна за все отвечать. И лавра не предназначена для того, чтобы пропагандой заниматься объяснениями. Это святое место для молитвы. Плюс у нас ученики лавры, а духовная академия, потому что, как сказал, в Золософе есть, мне тоже хочется реакция, цель, чтобы всем было интересно. Вот какая задача у нас сейчас стоит. Мы думаем, что к осени мы слимем такую стратегию, но что нам надо? Поскольку мы энтузиасты, и мы денег на этом не зарабатываем, нам, когда мы на это мокрое дело пойдем, как говорилось Шраву, нужны деньги на сберкнижке. Вот наша сберкнижка – это ваше одобрение. Будет одобрение, мы понимаем, что если это надо, мы сделаем и стратегии, и встретимся, и переписка, большая, огромная работа, чтобы обосновать это, и соединить десятки людей, чтобы здесь было интересно, и была крыжуха такая, чтобы люди сюда приезжали, надо что-то давать. Так вот, ваше одобрение, ради этого мы сюда пришли. Плюс надеемся, что если мы получим эту общественную поддержку, то войдет в программу фонда по финансированию, ремонту вот этого всего здания окончательно, и восстановление его исторического облика, что и предусмотрено федеральной, вот этой, президентской программой. Поэтому, если кто-то хочет поругать Флоринского, пожалуйста, если кто-то хочет высказать славу поддержки, тоже пожалуйста. Но нам очень важно то, что сказал Маша, а мы вообще-то нужны здесь. Вот, это очень важно. Она услышит. Спасибо. Как должен выглядеть сейчас был этот комплекс? То есть здесь, вы знаете, историческая часть, тот дом, который был. Вот его полностью надо восстановить, только там немножечко, ну и крыши побольше, и зданий, то есть, точнее, помещений побольше, подвалы. А вот зеленая, это пристройка. Это как раз на месте пристройки 80-х годов, которая сейчас есть, вот этот салатовый домик. Вот такая должна быть там библиотека. Можно ли это сделать совместной деятельностью, для того, чтобы сдвинуть это с мертвой точки? Да? Надо, не можно, надо. Понятно. Вторая сторона, ну просто вопрос как. Всегда все проблемы в ответе на вопрос как. Вопрос что, очевидно. Вопрос как. Вот. И настолько, насколько юридически, вот смысл чего, никто же не хочет разорять эту площадку. Ведь, слава богу, и памятник создан, и чистота там есть определенный уровень. Ну потому что мы имели там руины, как город, как горожане. Сейчас мы имеем такую нефешенебельную площадку. Она вот вроде бы живая, не хуже, чем окружающая. Но она может стать жемчужиной, супером. Вот, вот, и теперь надо их, а при этом их сейчас накрывает земельный налог. Ну, соответственно, аренда земли, в данном случае это более корректно, точнее, юридически говорить. Дальше ситуация какая? Достраивать вот то, что мы зелененько имеем, ну, она же не случайно называется пристройка. А собственно дом, который сохранили, вот тут молодой человек говорил о том, что для того, чтобы восстановить, надо вообще-то знать, что восстанавливать. Совершенно верно, мы с ней не поспоришь. Здесь знают, как восстанавливать, что должно быть. Теперь вопрос как, сколько? Это немало. Меня, кажется, щенит сердце, потому что, конечно, в каком состоянии такое памятное место, это ужасно. Любой бы другой город был бы счастлив иметь у себя дом, в Варенском, исторический дом. Мы, к сожалению, не сумели пока должным образом расходить из этих закровищ. Не надо только мечтать, надо делать уже что-то сейчас. Есть совершенно элементарные вещи, которые в силах сделать местная власть. Может быть, она просто не видит, не весит, как я каждый день, я не знаю, не в ту сторону смотрит. Ну, что бы сделал я? Ну, понятно, что там окружение, конечно, то еще, да? Станция скорой помощи, контейнерная площадка, парковка, там все забито машинами. Напротив, сгоревший, полосгоревший дом Сычева и место, сгоревшего дом Павлодного Жукова. Неужели так трудно перебазировать оттуда контейнерную площадку, чтобы хотя бы вид с Пионерской на дом Флоренского был нормальным видом? Неужели трудно там запретить парковку автомобилей, но при этом, разрешись, чуть подальше, допустим, вдоль дороги, где они никому не мешают, но там запретительный знак висит. Они никому не мешают. Это элементарная вещь, потому что нельзя такой памятник, я его упрощенно скажу, памятник жертвам репрессий, нельзя его зрительно забивать автомобилями, иначе это не память, он не работает. Стоит какой-то крест, и все мимо, и даже на него внимания не обращают. Даже если там работает подсветный штабан. Большое спасибо, мы примем любую помощь, советам, деньгой, кадрами, руками и деньгами. Мы открыты. Я можно отвечу на ваш вопрос юридически. Кто мы такие? Исторический. Мы фонд Павла Флоренского, который переданы все архивы Павла Флоренского, все исторические экспонаты, и существуют мемориальные музеи в Москве, где все это выставить наработает больше 25 лет. Нужно множить деньги. Вот объединить два музея, чтобы в Москве была площадка для привлечения москвичей в том числе, приезжать в посад, составаться на ночевке, и здесь много чего узнавать, откуда мы и куда мы идем.